10 лет работала на телеке, я думала, у меня есть инстаграм уже, есть название, есть концепция Поток туристов, на все эти вил невероятные Наряды, вечеринки, тусовки, съемки и все такое Нечистая коммерция, это красиво, но просто это то, что может принести деньги Да, я когда работала на съемках, я ходила все время в своих шмотках, и у меня постоянно заказывали коллеги Я закосячила, напортачила все, ради денег То, что базово, то, что точно будут покупать, то, что сядет на любую фигуру Долго-долго-долго мучают одну и ту же конструкцию и не получают того нужного результата Друзья, это первые люди, которые должны платить в полную стоимость Просто я увидела, как это классно может работать, и они сняли круто продукт, который хочется купить Ткань? Типа X2 ткани? Поехали, так работает Это была моя ошибка в первом бренде, потому что я все снимала либо на себе, либо на друзьях Сказала, что накосячила, извините, и вернула деньги за ткань По 2000 долларов стандартно получается одного магазина Привет, меня зовут Вика Ракуса 8 лет назад я начала шить на заказ И со временем вот это мое увлечение пошивом превратилось в то, что я создала бренд лекал для пошива одежды Который сейчас известен по всему миру Мы активно продаемся в России, в русскоговорящем сообществе А также уже более трех лет мы работаем также на английском языке И продаемся в Великобритании, США, Европе и так далее На своем YouTube канале я беру интервью у реальных людей, которые строят свой малый бизнес в сфере пошива В сфере создания одежды, брендов, пошива на заказ и так далее Все, что может быть с этим связано Мне кажется очень интересно как раз таки разговаривать с теми людьми, которые сами, своими руками, своими усилиями создают свои бизнесы Это не какие-то непонятные, не знаю, люди из списка Forbes, у которых там привлечены инвестиции и так далее Мы говорим с вами здесь с реальными людьми И берем каждый раз для себя что-то новое и внедряем в свой бизнес, чтобы он работал как можно лучше Десять лет работала на телеке, на известных каналах, на известных проектах, которые многие знают И два года назад в связи с событиями я приняла решение уехать на Бали Взяла швейную машинку, швейное оборудование и уехала с одним билетом Оценив риски, что я умею, я шью всю жизнь Я поэтому приняла решение открыть бренд на Бали, который в этом году закрыла Кать, ну расскажи, как ты оказалась на Бали, тем более сменить так кардинальную сферу Ты была продюсером, я знаю, многих известных шоу на телевидении, которые они все смотрели Как ты приняла такое решение и почему ты поехала с машинкой? Почему именно с машинкой, а не как-то иначе? Да, вот я 10 лет работала на телеке от ассистента-продюсера до продюсера Я работала на таких каналах, как ТНТ, СТС, мы делали проекты для Озон Работала с Тимуром Бекмамбетовым И два года назад, в апреле, в связи с известными событиями Я подумала, что надо, наверное, на время уехать из страны Я уезжала максимум на 6 месяцев И оценив риски, что я умею делать Потому что я понимала, что продюсером я не могу быть в другой стране Это очень сложно, это нужно работать в полях Так как я шью всю жизнь, моя мама, бабушка, прабабушка все всегда шили Я всегда это умела делать с самого детства И единственное, что я могу делать руками, это шить И я очень долго примеряла к чемодану швейную машинку оверлок В итоге выбрала швейную машинку и пол чемодана положила и заняла швейными принадлежностями Включая пресс для кнопок И думала, что ну как минимум я смогу хотя бы шить на заказ Или обшить себя в другой стране И как сложилось все дальше? Вот ты приехала на Бали с машинкой в чемодане Ты нашла, наверное, какое-то место, начала шить Ты реально начала шить на заказ? Да, я сначала, когда я приехала, я сразу проштудировала все чаты Закинула информацию о том, что могу заниматься ремонтом, индивидуальным пошивом Ну сначала, конечно, это было супер странно Потому что понятно, когда ты всю жизнь шьешь, у тебя целая комната всего А тут ты приезжаешь со швейной машинкой Я купила оверлок уже удаленно, найдя его в чате У кого-то с острова? Да, я еще не была здесь Но когда я уже оформила документы, оформила визу Я начала искать, что мне купить надо для пошива Купила оверлок, приехала, забрала его И закинула во все чаты информацию о том, что я тейлор и могу шить на заказ Но это были русскоязычные чаты, правильно? Да, русскоязычные чаты Много отклика было? Тебе сразу начали писать? Нет, не сразу И меня сначала начала рекомендовать моя подруга, потому что она была первым моим заказчиком Она постоянно все заказывала для себя и для детей А как ты первый раз подруге предложила свои услуги, продала? Не знаю, что ты сказала Просто для всех очень большой страх и непонимание, как искать себе первых клиентов Особенно уже с другой стороны, так тем более Она знала, мы с ней давно знакомы Мы с ней дружим 10 лет Она просто живет на Бали уже 5 лет И она знала, что я хорошо шью И мне кажется, даже в какой-то момент это была просто ее поддержка Потому что она знала продукт, то, что я делаю, я шью хорошо И она для себя и для ребенка начала у меня заказывать И в этом везде ходить и рекламировать Вот, очень важно отработать хотя бы с одним первым клиентом Не важно, подруга или подруга Но потом этот клиент, правильный клиент, принесет тебе много людей И очень важно Я просто иногда говорю о том, что девчонки хотят шить за более высокие чеки Для людей, которые готовы платить больше Там, условно, 50 тысяч за костюм или за жакет и так далее Я говорю, окей, вам нужно найти одного человека из сферы, кто готов платить такие деньги в вашем городе И потом он приведет все свое окружение к вам Если вы хорошо работаете Да, это правда Но у меня был в первые две недели, у меня был очень сложный заказ косячный Прям абсолютно Ты закосячила? Да, там пошло все не так Я только приехала Была сложная конструкция Это был натуральный шелк Это было к мероприятию платье На какого-то известного блогера Как-то она на меня вышла, я не знаю Я закосячила, напортачила все Просто Там уже элементарно даже, что от утюга уже оставались пятна Перед просто, перед тем, как отправить это изделие Ну, что сказала, что накосячила, извините И вернула деньги за ткань Ну, то есть такое А подруга Заметь, кстати, тоже важная история Которую многие боятся и многих ломают Но ничего, ты приступила через это дальше Пошла дальше учиться зарабатывать правильно Шить на заказ Да, я им предложила просто такой вариант Что, так как они ждали такое изделие к какому-то мероприятию, где она выступает Я им предложила вариант Давайте тогда на будущее я вам просто сделаю дополнительное другое изделие Которое вам там понравится Чтобы мы не в торопях это делали И, кстати, по поводу денег Моя подруга мне сказала ту вещь, которую я считаю, что она очень правильна Потому что я сначала, когда приехала, я хотела там сделать скидку или еще что-то Просто ее отблагодарить Она сказала, нет, друзья должны в первую очередь платить по полной стоимости Потому что они знают цену твоей работы Они знают твой продукт Это те люди, которые уже относятся к тебе с пониманием твоего продукта И друзья это первые люди, которые должны платить в полную стоимость И они тем самым тебя благодарят за то, что ты делаешь Ты, наверное, очень хороший друг, у тебя классные друзья Да, я очень рада Расскажи, хватало ли тебе денег на вот этих первых заказах? Как ты справлялась? Как ты выстраивала поток клиентов? Я не знаю, как ты справлялась? Потому что я представляю, что такое переехать из одной страны в другую И у тебя нет того, кто тебя содержит Что ты делала? Да, я переезжала одна, что многих удивляет Но, кстати, это было проще переехать одной, чем с кем-то Я так скажу, да, у меня была финансовая подушка И это было отчасти таким катализатором переезда Потому что я в какой-то момент я сидела дома и думала Правильно, неправильно я делаю Вот так, глядя на чемодан и швейную машинку Потом поняла, что да, если бы у меня не было этих денег на переезд Я бы очень сильно огорчалась, что у меня нет такой возможности А тут хотя бы у меня был выбор На первое время я жила на подушку А потом где-то примерно, наверное, месяцев через 9 Я уже вышла на тот доход, который у меня содержит полностью на Бали То есть, получается, постепенно ты привлекала новых клиентов И подушка истончалась Да, конечно И сейчас ты живешь полностью на то, что ты зарабатываешь здесь В моменте, на Бали, отчивая для людей У меня нет дополнительных доходов из России Поэтому сейчас, на самом деле, выстроился мой доход Только вокруг швейного дела Ну, раз уж мы пошли в эту сторону Расскажи, на чем ты сейчас зарабатываешь Что ты делаешь, там, не знаю, какие услуги ты оказываешь Изменилось ли что-то от той первоначальной концепции, что ты шьешь на заказ Да, я так скажу, я открывала один бренд Мы про это еще поговорим Да, хорошо, ладно, давай сейчас Прямо я сейчас, знаешь, хочу про деньги Про деньги, это просто такая непростая история, наверное Вот есть ты, есть твоя швейная машинка, твои навыки пошива Как ты делаешь деньги достаточные для того, чтобы жить здесь? Здесь все-таки прожиточный минимум выше, чем в России Нужно зарабатывать больше Да Что ты делаешь? Изначально это индивидуальный пошив У меня уже хорошо работает сарафанное радио Ко мне приходят постоянные клиенты Они меня рекомендуют С лета у меня появились заказы на сэмплы, на отработку лекала То есть как тестовый образец я отживаю и делаю выкрики И соответственный бренд И ремонтом, кстати, я занимаюсь много ремонтом На самом деле многие не любят это делать А я как-то к этому спокойно отношусь Потому что я даже знаю, когда моя мама работала в ателье Она говорит, самый большой поток идет на ремонте Ничего не поменялось Ничего не поменялось, да Окей Расскажи немножко поподробнее про сэмплы для брендов Как это вообще случилось? Как ты вдруг начала этот диет? Кто тебе обратился? В чем заключается твоя работа? И может быть даже потом мне было бы интересно поговорить о том А какие они ошибки делают? Те, кто заказывают сэмплы С чем ты столкнулась здесь, в Индонезии? Потому что мне кажется, тут бренды пытаются открыть вообще все Да Самая большая ошибка людей, которые входят в этот бизнес Они думают, что это очень просто открыть бренд одежды И ко мне часто обращались А вы можете отшить мне три платья? И они один из трикотажа, другой какой-нибудь из бархата Третий из шелка И то есть люди не совсем понимают дело производства Разницу в тканях, разницу в производстве То есть на каждую ткань, соответственно, это разная машинка Те, кто шьют, это понимают Если честно, я таким отказывала Потому что я понимала, что это будет бесполезная работа Потому что люди не углубились в направление И да, ко мне, когда начали приходить за сэмплами Это опять же с Рафана радио Это я кому-то отшивала по индивидуальному пошиву Какими-то там хорошие брюки шила И ко мне уже начали обращаться Другие за работой для бренда Первые были ребята, это для мужского бренда Им нужно было рубашку и брюки Я это сделала просто с одной примеркой Идеальные вообще отработанные выкройки и модели Отработанные выкройки, дай минуточку так сказать Да, я могу сказать, что я как раз им делала выкройку брюк Твоей выкройки мужские Потому что это классная база, она прям идеально сидит Единственное, что да, я немного видоизменила там по объемам Мы добавляли какие-то детали Но основная конструкция была взята оттуда Потому что они мне принесли похожий сэмпл И я поняла, что зачем мне конструировать Зачем, конечно Я на самом деле умею конструировать, но я это не люблю делать Я лучше смоделирую из готовой выкройки, которые есть Но это оптимизация времени, для большинства это быстрее Многие конструкторы, кстати, пользуются нашими лекалами Говорят, господи, слава богу, мне не надо конструировать Я тебе говорила об этом, когда мы с тобой виделись Моя мама конструктор с многолетним стажем Она работала на фабриках, в ателье И сейчас она пользуется этими выкриками Сказала, что такие... Маме Кате привет Главное, что она сказала Как все сходится Все контрольные метки сходятся Удивительно Здорово Слушай, ну давай, вернемся к вопросу Получается, стали к тебе обращаться разные люди Затем, чтобы попробовать изготовить свою первую партию одежды Правильно? Сэмплу То есть разработать лекала, сделать опытный образец И потом пойти с этим образцом куда-то кому-то, кто может это отшить И с лекалами, соответственно, да Да, могу сказать про ошибки В чем проблема? На индонезийском... Возможно, это во многих рынках Но индонезийский рынок один из самых сложных Как бы ни казалось, как здесь просто запускать Запустить очень просто Но тут такой бизнес, что не... Как бы чтобы что-то улучшить Нужно очень сильно постараться И мои ребята, которые ко мне первые приходили за сэмплами Например, на рубашке Они сказали, что мы обошли шесть фабрик И нам не сделали ни один идеальный сэмпл рубашки То тут, то там... Плохо шьют? Выкройки плохие А, выкройки? Они делают по-другим... Все-таки у нас меняется мода И вот эти все объемы, они меняются Опять же, это индонезийский рынок, это Азия И у них другие градации У них другие размерные сетки И получается, что они шьют как бы на азиатский рынок А мы привыкли уже больше оверсайз У нас больше объемов И они то есть шьют то, что мы уже не очень... Как бы устаревшие модели То, что мы носили 10 лет Да, да И они как бы не совсем это хотят дорабатывать Для них это не очень понятно И вот они, у меня ребята пришли Они сказали, что шесть фабрик обошли И получается, на шесть фабрик они обращались именно за сэмплами Чтобы дальше потом у них отшиваться Они говорят, мы понимаем, что мы даже сэмпл у них не можем отработать Когда ты приносишь им сэмпл готовый с выкройкой То там уже как бы меньше вариантов накосячить на фабрике Только в технологии пошива Да, в технологии пошива, да Я в свое время, когда относила Я иногда даже ребятам фоткала сложные узлы Как последовательность узлов сделать Чтобы они на фабрику отнесли Потому что я знала, где могут напортачить Я им отправляла вместе с фотографиями последовательности узлов Можешь ли ты дать какой-то совет всем тем Кто начинает делать свои первые коллекции для своих брендов Ну и может быть не первые коллекции Где чаще всего они спотыкаются Почему они приходят заказывать сэмплы на первую коллекцию А на вторую уже не приходят Что? Проблема в продукте или может быть что-то другое Как на твой взгляд это? Я думаю, что если человек вообще никогда не был связан с швейным делом и конструированием Самая главная ошибка это сложная конструкция изначально Потому что на этом многие спотыкаются, когда они идут И долго-долго-долго мучают одну и ту же конструкцию И не получают того нужного результата Потому что они не могут объяснить Они придумали в голове, но не могут объяснить И не могут зацепить, где ошибка И поэтому это происходит Поэтому люди иногда выгорают на этом Потому что они не могут сделать тот результат, который они бы хотели Вторая, наверное, ошибка это Ну да, это неправильная конструкция Которая именно найти хорошего конструктора И найти того человека, который правильно технологически отошьет Это очень сложно Поэтому я просто знаю, сколько ребята потратили денег на дешевые сэмплы И в итоге получилось, что проще было прийти ко мне один раз У меня не дешевые сэмплы, у меня не стоят, как на фабрике Сколько стоят, если не секрет? У меня сэмплы начинаются где-то, наверное, от 200 долларов 200 долларов То есть это разработать лекало Один размер Один размер И один образец изучить, правильно? Да Но я потом поняла, что они гораздо больше денег тратили Ну где-то, ладно, 250-300 долларов Но они тратили больше денег на постоянные походы И на время И на свое время Потому что я все-таки считаю, что сэмпл отработать это Ты делаешь выкрику Ты делаешь как по индивидуальному заказу Ты полностью отшиваешь Ты не делаешь это на потоке И это не может стоить дешево Я с тобой полностью согласна Просто здесь не такой рынок, как у нас Типа понятно, что у нас все-таки подороже отшивают индивидуальные заказы Но у нас как бы и ткани подороже стоят Но здесь, допустим, фабрика предлагает тебе сэмпл за 20 долларов Естественно, то, что я делаю Многие не хотят даже, типа, зачем Если я пойду на фабрику и сошью за 20 долларов А потом они понимают, что они вот так ходят, ходят, ходят бесконечно Отшивают, отшивают И сколько времени на это уходит Просто какой-то бесконечный процесс Слушай, ну последний вопрос задам про это И потом я хочу поговорить про твой бренд Бренды, точнее Все-таки здесь реалистично найти потом Ну окей, они пришли к тебе Ты им сделала лекала, ты им сделала образец Реалистично ли найти производство, которое им потом это отошьет? Реалистично Если они найдут человека, который им будет Сделать идеальную выкройку и идеальный сэмпл Ну тебя ты имеешь в виду, например То это реалистично сделать На фабрике люди Это такой момент, когда на фабрике просто швея не должна думать Она не должна искать Она не должна вручную потом что-то вымерять Это должно быть просто бездумный пошив И если идеально выполненный продукт Как с точки зрения образца Все заранее продумано Да, и когда у тебя даже маленькая деталь у тебя выкроена И она со всеми припусками Тогда меньше проблем накосячить Потому что они вот Ну должны бездумно делать Ну и вообще здесь, насколько я знаю Я как минимум была на одном производстве Здесь есть производство, которое берут небольшие партии И вообще из того, что я здесь успела узнать и посмотреть Ну реально довольно недорого шить одежду Даже небольшими партиями Это даже в какой-то мере сопоставимо с Китаем Потому что там, конечно, нужно гигантские чаще всего Ну большие партии заказывать А здесь при небольших объемах Ну вполне себе вменяемые деньги какие-то Да, я в свое время штудировала фабрики И вот где-то примерно, наверное, нашла оптимальные Это кто может сделать, например, 30 вещей Из них ты можешь сделать 3 модели То есть по факту у тебя на каждую модель 10 штук Да, это удобно Да, это чуть подороже, чем когда ты отшиваешь 100 Логично Но есть фабрики, которые работают с маленьким объемом Я опять ателье сменил Вот Дамушка от нашего оператора Видимо, наверное, просто делал какими-то футболки И они не смогли сделать Нет? Нет, я делал бодики для серфинга Купальники Да-да-да И лайки лучше Да-да И вот с лайками более-менее справлялись Ну не с логотипами А вот с этими купальниками Ну просто вообще Я столько научился Вот так вот Опять ателье сменил И нигде нормально не сделали Но трикотаж это же еще самое сложное Типа трикотаж это самое сложное Там должно быть дохера специального оборудования Да И тут получается, что я иногда не беру трикотаж Потому что у меня нет достаточно оборудования Прикотаж, трикотаж 100% я бы делала в Китае Там от 50 единиц И такое легко продаж Это, понимаешь, несложные платья Какие-нибудь необычные брюки Которые там Ну надо, короче, человека отправлять на производство Выбираешь фабрику в Китае Которая специализируется на одежде Которую ты планируешь выпускать А там это вот дофига Они только этим и занимаются Да-да-да Выбираешь из-за их модельного ряда Выбираешь, какие тебе оттенки нравятся Там все есть Тебе просто нужно один раз там с нормальным человеком съездить в Китай Этот процесс Вот спортивная, пляжная одежда Я бы 100% Если бы я делала, я бы в Китае делала Да, потому что я знаю, что на самом деле здесь очень сложно найти Несмотря на то, что никто говорит, что у них есть трикотажное производство Все равно нет В Китае просто они уже заточены на такое И если правильное будет, опять же, лекало У них там дофига оборудования То есть здесь просто еще не у всех достаточно оборудования Потому что трикотаж, ты знаешь Там на каждую строчку отдельная машинка Расскажи теперь мне про бренд, самое интересное Я знаю, что у тебя даже не один бренд Мы про это тоже поговорим обязательно Как ты пришла к этой мысли? Откуда ты взяла на это деньги? Сколько ты денег примерно вложила? Шила ли ты все сама? И что стало потом? Вот просто расскажи свою историю первого бренда Первый бренд у меня это бренд Вольность Позволь себе, Вольность А, то есть футболк Я смотрю, что необычно Я сижу, читаю И брюки? И брюки тоже из бренда Да Супер По твоей выкройке Но тоже немножко изменила Кстати, я никогда не стеснялась там говорить Что я беру какие-то готовые выкройки У меня есть кейс Я, конечно, не имею права назвать имена Но мы попадали в ВОК, понимаешь? В Фэш В Австралии Я читала Ну, как бы, я не буду там ничего говорить Меня просили не упоминать Потому что тоже стеснялась Ну, то есть Но, да Я читала просто, что ты выкладывала Ну, с... Да, да Ну, в общем, расскажи про свой бренд Первый бренд Это такой больше стрит-стайл одежда Такой немножечко Ну, я бы сказала, не боли, да? Не боли И это больше такое Я всегда такой, типа, немножко скейтерский Такой, знаешь, расслабленный Такой немного Немного too much И там, на самом деле, это две вещи Которые базового цвета Потому что все остальное Это были яркие цвета Потому что мне всегда не хватало цветов Я всегда такая бежевая Нет, пожалуйста, только не бежевая А сегодня прошла в серу Да, ну, такая база Типа, ну, все равно это, видишь Ну, да Да, первый бренд Это Вольность На самом деле он еще на карантине родился Когда я сидела на карантине Без работы Я просто сидела И бесконечно отшивала Просто вещи Потому что мне нечем было заняться Я отшила себе чемодан За месяц, наверное И он тогда родился Это было больше для своих Для друзей Ну, это было в России или на Вале? Да, в России В России еще Просто я себя так занимала А потом получилось так Что люди начали у меня заказывать Удаленно Я говорю, снимите мерки Я вам отошью Ну, типа Отправлю Отправлю, привезу Потому что тогда уже мы на карантине Все сидели До, по домам И вот первый бренд Вольность Мы Я больше его сделала Так Для развлечения Потом приехала сюда А так как он у меня уже был Я думаю, я его тогда продолжу Но Он вообще не балийский Я думала У меня есть инстаграм Уже есть название Есть концепция И думаю, почему бы его не продолжить И на Бали такого нету Ну, нет Ну да Здесь обычно Как это? Купальники Что там? Лежевые Лены Штуки Кимано Убудские штаны Да Убудские штаны Вот И я решила как-то немножко отойти Ошибка моя была в том Что, естественно, я все отшивала сначала сама Ага И в какой-то момент я договорилась с магазином С Настей, с гидониста Она у тебя будет? Да Настя Мы надеемся, что как раз следующее интервью будет с Настей Вот Мы договорились с ней на эксклюзив Я прям на одни брюки отшивала для их магазина И в какой-то момент я просто так устала Потому что я уже не могла смотреть на эти брюки Я просто как китайская фабрика Отшивала, 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 отшивала Естественно, я потом устала отшивать одно и то же Они, кстати, почти все брюки продали Моя ошибка в этом бренде была то, что я все везла на себе Так как я работала на телеке Я работала в маркетинговых агентствах Я знала, как снимать Я составляла сметы Я отшиваю Я делаю выкройки В итоге, ну, понятно, что ты выгораешь Потому что все, когда на тебе И куча много административных задач Которые не толкают тебя дальше А наоборот стопорят Слушай, но я с тобой полностью согласна На все тысячи процентов Как человек, который с двухлетним ребенком Который не ходил в садик Не спал, не ел Но тоже делал бизнес И это было адски Меня знаешь, что волнует? Насчет рынка Одежда крутая, но на Бали Жилища Мало кто, наверное, одевается в такой одежде здесь Не думаешь ли ты, что сложность В том числе связана с тем, что нет спроса Просто на такую одежду Что именно здесь, на Бали В других местах вполне вероятно А вот на Бали Это правда Потому что А ты исследовала как-то рынок До того, как приняла решение Что вот не исследовала Понятно, окей Я посмотрела, чего нет И решила, что это будет пользоваться популярностью Я же это ношу Причем мы клипы снимали с моими шмотками Там и мужская была линейка И я понимала И я даже, знаешь, в какой момент поняла Что это может не работать Мне очень хотелось сделать мужские вещи Такие стритовые, скейтерские А я смотрю на окружение А никто такое не носит и не будет носить То есть это такой узкий-узкий рынок Что это либо огромные вложения на продвижение Чтобы прям везде из каждого утюга это было И это будут покупать экспаты А это не такой большой рынок Это те, кто живут и хотят принарядиться Туристы такое не будут носить Да Вот Туристам нужно вязаные платья Да Вот И туристам нужно вязаные платья И что ты решила делать дальше? Ну, я несколько раз пыталась это все реанимировать Опять у меня было несколько подходов Я даже в какой-то момент думала подзакрыть Но я не могу распрощаться Это просто моя какая-то отдушина Это мое такое Прям это я Вот И я решила его немножко поставить на стоп И открыть коммерческий бренд Что значит коммерческий бренд? Я называю коммерческий бренд Это когда ты делаешь ради коммерции Ради денег Ради денег То, что базово То, что точно будут покупать То, что сядет на любую фигуру И достаточно базовые цвета Которые больше будут пользоваться популярностью То есть Естественно, черные добавила Естественно Бежевые так и не добавила На самом деле вот в этом И по большому счету Суть предпринимательства Я тоже в свое время шла немножко твоим путем Когда вроде как создавала продукт Который непонятно Кому нужен Не нужен Но мне его хотелось Мне казалось, что классно Мне повезло И я успела То есть я дожила до того момента Когда люди полюбили продукт И начали много покупать Потому что, казалось бы Есть целый журнал за 200 рублей А ты тут свои укреки за 300 продаешь Ты совсем с ума пошла? Да, но видимо у меня, знаешь, хватило, не знаю Упортости дождаться этого момента Но в целом сейчас я считаю Что предпринимательство и бизнес Это про удовлетворение спроса существующего Возможно, чуть-чуть наперед буквально Куда еще тренд массово не докатился Но в целом это про удовлетворение потребностей людей У людей есть потребность покупать вязаные платья на Бали И там льняные штанишки Пожалуйста, все Ты можешь какие-то дополнительные смыслы добавить Что-то привнести новое Это тоже нужно делать Но в целом пытаться делать И насиловать рынок И делать то, что рынку пока вроде как не нужно Но стоит, наверное, много нервных клеток и денег Ну да, ты как будто бьешься об стену Такой, да нет, это же вам должно понравиться Ты не пытаешься просто Да как же вы не понимаете? Да, да, я понимаю Ну и расскажи, окей, получается Первый бренд у тебя какое-то время существовал Сейчас он пока на паузе Возможно, ты будешь его развивать в других странах где-то или нет? Слушай, конечно, мне бы хотелось Потому что я понимаю, что этот бренд, который может заработать в других странах Я его не хочу закрывать Я больше вот такая для себя, для своих Я его не собираюсь закрывать Он просто такой вот, как такая, отдушина А второй бренд, я в какой-то момент как раз решила Что я знаю, что я делала все неправильно Но это, знаешь, как бы я и так это понимала Но у меня не было каких-то бюджетов на то, чтобы это сделать Я получала какие-то деньги, сразу туда вбухивала Заказ в бренд В первый или во второй? В первый Я получала деньги с индивидуального пошива Покупаю ткань, отшиваю Фотографирую, дальше типа там продаю И у меня как-то было вот так, типа постепенно Я не вкладывала какие-то большие деньги сразу Ну ты вкладывала свое время? Да, согласна Ну подожди, расскажи, я просто помню, что тебе был очень интересный челлендж со вторым брендом Ты мне писала в инстаграм или где-то общались Да, да, да Расскажи про этот челлендж, что ты сделала, как ты запустила Вообще расскажи Когда я долго-долго думала запускать второй бренд У меня как-то это все было в мыслях Мне многие утверждали, что типа запусти просто вторую линейку в своем Я говорю, нет, это будет просто мешанина Потому что это легкие, летящие, элегантные платья Со стритстайлом они вообще никак не вяжутся Долго-долго ходила, думала В итоге мне девочка подкидывает название Подходящее под мои платья Это сошей, это гордо выхаживать плавной, грациозной походкой Тут у меня как-то все складывается в голове И я знала уже, у меня было отшито пару платьев, которые я сама носила На которые многие обращали внимание Мальчики и девочки Это вообще, девочки, это вообще просто Когда мальчики делают комплименты, сразу берите эти платья Я знаю, что на самом деле не про это, а про то, что вот потребность людей Вот ты ее, в принципе, нащупала Вот в нашей жизни миллиард идей всяких возникает В единицу времени, что можно производить Тебе делают комплименты твоим платьям Но почему бы не продать эти платья с десяток Я так и подумала Думала, эти платья собирают комплименты Я тогда буду делать их просто под отдельным названием И в итоге я ходила, думала А потом я так, у меня как-то перешелкнула Так и думаю, у меня челлендж Открыть за две недели новый бренд С учетом того, что у меня не было до этого тканей Не было ничего отшито Я сделала презентацию И с момента презентации у меня было две недели Почему я поставила две недели? Потому что я должна была запустить 15 декабря, чтобы перед Новым годом успеть То есть, потому что был дедлайн внутренний Которые эти платья могут зайти на Новый год Я смогу их продать перед Новым годом В итоге я за две недели сделала Мне пришли ткани Я быстро отшила 9 платьев Быстро отшила 9 платьев По лекалам? По лекалам, да У меня уже были отработаны Типа там что-то изменено Я решила сделать так Каждая модель два цвета Каждая модель две длины Короткая, более игривая Длинная, более элегантная Ничего по факту я не меняю Я не меняю конструкцию Я типа просто делаю две длины, которые совершенно по-разному смотрятся И за две недели У меня назначена была съемка на 13 декабря И 15 я планировала уже открыть Прям запустить Всех проинформировать, что я запускаю Ты успела? Я все успела Что было потом? Страшный вопрос Как пошло дальше? У тебя был план только в инстаграме продвигать или где-то еще? Нет, я сразу думала, что я буду выходить на мультибрендовые магазины Получилось с кем-то договориться? Да, практически сразу Это, кстати, было достаточно смешно, потому что я писала в несколько магазинов Естественно, никто не ответил, потому что им много кто пишет И тут я как-то стояла в пробке рядом с магазином, который я думала, что он как раз подходит по концепции моих пратьев Это все такое женственное Я просто пока стояла в пробке, забежала к ним, показала им инстаграм Они говорят, мы видели у вас сообщение, просто пока не ответили Я говорю, давайте я вам завтра привезу Привозите Вот, кстати, важный момент у меня тоже были в жизни случаи, когда я пишу, мне не отвечает человек Мне сейчас вообще без проблем написать ему 3-4 раза Да Вообще не проблема У меня просто в этом нет проблем, потому что когда ты 10 лет работаешь на телеке продюсером Те, когда нужно достучаться до какого-нибудь человека, ты найдешь варианты, как достучаться И здесь я буквально сразу им привезла, мы сразу подписали договор Буквально через день, наверное, я им привезла 12 платьев Не, не через день, через пару дней я им привезла 12 платьев Они их перед Новым годом сразу выставили Сколько продали? Все или что? Я пока не знаю, потому что они сверху дают в конце месяца Но я уже видела, что они продали платье, потому что выставили одно на витрину Через пару дней я его уже не видела Вот Я даже не успела его снять Страшно зайти, посмотреть, узнать результаты Я просто заходила, я поняла, что там уже нету, ну, как бы у моих, так я сначала прочекала Но я успела перед Новым годом продать сразу несколько платьев и девочки Снимаешь его? Да Кроме мультибредного магазина А как ты продавала? Расскажи, многим это будет интересно Окей, про магазин я поняла, но кроме как магазин, как ты еще продавала платье? Я еще зашла через стилиста Потому что есть несколько стилистов на Бали Я знаю одну очень крупную стилистку, которая одна из самых популярных на Бали Мы давно с ней как-то вот, знаешь, косвенно где-то были знакомы Это опять же тоже Я ей несколько раз писала по другому бренду Она меня несколько раз не узнавала на каких-то встречах И тут как-то она мне... Я еще раз закинула информацию про новый бренд Потому что я увидела, она говорит про красные платья Я говорю, а вот у меня есть красные платья В итоге она через какое-то время про меня вспомнила И говорит, слушай, а привези мне платье, мы посмотрим Потом она меня выложила Вот, говорит, новый бренд, вот такие классные платья Я почему начала заходить через стилистов? На Бали отличается работа стилиста, чем в России Потому что на Бали по закону ты не можешь купить вещь в Заре и сдать ее Ты не можешь вернуть деньги Поэтому здесь через стилистов хорошо заходить Потому что у них постоянные съемки Они постоянно договариваются с разными брендами И если ты как бренд уже идешь к ним на встречу Говоришь, я готова вам дать у меня всегда из сэмпла Забирайте на съемку, снимайте отметки, контент Все, ну как бы всегда надо в наличии иметь несколько сэмплов Которые ты можешь дать на съемки И вот она взяла у меня платье Я в итоге ей с удовольствием подарила одно платье Потому что у меня, кстати говоря, в бюджет было заложено несколько вещей Которые я готова с партии отдавать как в подарок С нее несколько человек сразу пришло, запросили заказ Но в основном продала я платье перед Новым годом Это мои были подруги, которые одна другой уже сказала Я прямо отшила сама перед Новым годом И у меня на Новый год уже 5 человек были в моих нарядах И все новогодние ночи отмечали в моих платьях Я тебя поздравляю И хочу подсветить важный момент для многих Многие боятся продавать своим друзьям знакомым Вообще нет Стесняются Да Я просто помню, что я, когда начинала шить на заказ Когда Сонька была совсем маленькая Я сшила своим коллегам, бывшим юристам То есть я юриста сидела с ними, там суды ходила А потом говорю, ну я могу шить, я шью, типа пишите мне Ничего прекрасного меня не переломило Все было хорошо и все было классно Шьют с радостью заказывать, наоборот даже проще Поэтому ваша телефонная книга, это ваш ценный актив Пожалуйста, это вот люди, на которых вы можете делать КСД Вы можете им что-то предлагать, тестировать Какие-то свои гипотезы и предлагать продукты И продавать продукты, это будет работать Да, я когда работала на съемках, я ходила все время в своих шмотках И у меня постоянно заказывали коллеги Ровно такая же история, я прихожу на какое-то мероприятие в наших изделиях Понятное дело, что лекала там довольно сложно будет им продать У меня есть такая цель Но если бы я шила на заказ и моя цель была шить за высокий чек Я бы действительно ходила в мероприятие, мероприятие классно одевалось И неизбежно получала запрос на то, что что-то шить Оно так и работает Да, я когда, кстати говоря, вот тоже переехала на Бали Так как я практически не брала с собой вещей и все отшивала здесь сама То есть ты сам своя ходячая реклама У тебя спрашивают, а что это? Я говорю, это я, ну это мое, это я шила И поэтому люди так на ус наматывают, когда каждый раз видят что-то то, что не видят в магазинах Расскажи, какой у тебя план сейчас Окей, ты запустила свой новый бизнес У тебя есть направление, там, как пошив сэмплов, образцов для брендов Ты шьешь на заказ, что ты думаешь, Дач, есть ли какие-то цели на этот год, что будешь делать, на чем зарабатывать и так далее Я, так как я все-таки такой человек, который не может в одну сферу полноценно уйти, потому что я начинаю выгорать Я такая аддикта, что я прям начинаю доталово-доталово Поэтому мне всегда нужно разграничение Я не хочу отказываться от индивидуальных заказов Потому что есть клиенты, с которыми мне приятно работать И с которыми у тебя прям по щелчку очень быстро идет И я не хочу от этого отказываться Также у меня сейчас один бренд взял практически на постоянку работать с ними Для разработки сэмплов и переработки их выкрыг Кстати, это один из самых популярных брендов на Бали Серьезно? Я тебя поздравляю Да, они на меня вышли Это женская одежда? Это вот производство, которое ребята открыли Я им вот недавно переработала их самые ходовые брюки Бывают ходовые модели, но если ты понимаешь, что что-то у них не так Даже если они ходовые, есть всегда возможность их улучшить И вот так получилось с их брюками, я их подработала И сейчас они стали еще лучше И мы с ними будем сотрудничать на основе того, что я на данном этапе времени Буду для них дорабатывать, делать новые модели И просто немножко улучшать их конструкции И отрабатывать им сэмплы, чтобы у них повысилось качество И свою базу создашь, проведешь порядок Опять же, мне с ними удобно, потому что я делаю им продукт Отрабатываю и улучшаю их производство И опять же, я к ним собираюсь Ну, точнее, не собираюсь, а я уже договорилась Что мы будем отшиваться у них мои модели Соответственно, в моем распоряжении тоже есть производство Которое я вижу и знаю, как работает И я как бы планирую, что у меня бренд, который я называю коммерцией Я, кстати, раньше думала, ну это же так говорить коммерция Как будто бы немножко принижать Я наоборот, сейчас стала считать, что если ты говоришь коммерция Ты оцениваешь здраво то, что это должно пойти Значит, ты уверен в этом продукте И в этом нет ничего плохого говорить, что это чистая коммерция Ну, не чистая коммерция, это красиво Но просто это то, что может принести деньги Это не какие-то ответевшие фантазии И непонятно, что Это то, что нужно людям И то, что ты с удовольствием создаешь И при этом зарабатываешь деньги Да, и я считаю, что наоборот классно Если ты можешь сделать продукт, который нравится людям Да, да Ну, окей, давай вернемся Что еще, какой, не знаю, есть какая-то цель на год Что ты еще хочешь делать дальше Я услышала, что разные направления А какая цель по бренду второму? Или по первому, я не знаю Как тебе, ты поставила цель? Нет, я поставила цель, у меня есть Деньга? Я поставила в единицах В единицах Деньги, они по-разному приходят, уходят Я поставила, что для меня цель это продать в единицах Мне кажется, что на данный момент было бы классно, если бы я дошла до того уровня, когда ты продаешь 100 единиц в месяц Потому что на Бали узкий достаточно рынок И если в это выйти, то это, мне кажется, хорошо Но это как бы на первые полгода На первые полгода, окей, то есть через полгода вещи твоего второго бренда продаются в количестве 100 единиц в месяц Я бы хотела Ты бы хотела, здорово А ты уже как-то, сейчас простите, это мой интерес, я его не могу не удовлетворить А ты как-то это декомпозировала, ты уже примерно поняла, как ты эти 100 единиц будешь продавать Да, это разные мультибрендовые магазины онлайн Потому что на самом деле здесь, правда, хорошо идут в мультибрендовых магазинах Если это хороший продукт Здесь, да Да, а их здесь очень много И если ты сотрудничаешь с кем-то на постоянной основе, там, например, 2-3 магазина То есть у тебя идет поток, тебе даже, на самом деле, ты не так сильно прикладываешь усилия для продажи этих вещей Потому что... Ты ничего не делаешь по факту Ты привез вещи и постарался создать то, что людям нужно Твоя задача только попадать в тренды, в запрос покупать Да, они берут большой процент Но с точки зрения финансовой модели и бюджетов Ты, в принципе, все равно этот процент закладываешь себе на маркетинг и на продвижение Да, и это, кстати, большая ошибка тоже многих людей, которые открывают бренды Они не закладывают все косты, которые нужно заложить А это не ткань и не пуговицы, не пошибы Это маркетинг, это съемки, контент и все остальное Себестоимость вообще складывается из многих-многих вещей Потому что я уже с несколькими людьми, когда разговаривала, которые кто-то запускал У меня был пример, девочка запускает дождевики И когда мы с ней говорим, и в процессе разговора она уже поняла, что она не изложила практически косты, которые там обязательно А они каждый даже 10 рупий, ну там или там условно, там еще каждый доллар Он тебе добавляет потом конечную стоимость Потому что тут 10 рупий, там 10 рупий, ну там в доллар Тут 1 доллар, там 2 доллара И оно потом, когда ты уже считаешь косты, то есть ты себестоимость должна сделать На объеме это будет очень заметно, да И когда твой коэффициент Когда 5 дождевиков норм, а когда 500, это уже будут другие деньги Да, и поэтому, когда мне люди неинтересно там типа говорят, почему вещь так стоит Я говорю, ну я могу тебе объяснить, это самая минимальная цена, по которой может стоить вещь Чтобы ты хотя бы отбил свою себестоимость Чтобы у тебя были деньги на дальнейшее развитие Чтобы ты не просто отбил, отшил и получил, закрыл там себестоимость и рабочие часы Нет, ты не сможешь дальше развивать и продвигать без того, без заложенных определенных пунктов Это та ошибка, которую я вначале делала Я же тоже там 8 лет назад такая наивная решила на заказ Бренд одежду начала делать, я тоже, я не учитывала ничего То есть ткань, типа x2 ткани, поехали, так не работает Ну это было давно, тогда было меньше информации, поэтому да Окей, ну а ты можешь, может быть ты понимаешь Какая сумма в среднем может приходить от одного мультибрендового магазина? Ну условно 5 мультибрендовых магазинов Там сколько реалистично, чтобы они продавали твоих платьев И какая там может быть сумма, ну там 1000 долларов, 2000 долларов, там в штуках как-то может быть Слушай, я знаю некоторые расценки у каких-то брендов Объемы? Да, например там я знаю, что есть бренды, которые по 2000 долларов стандартно получают с одного магазина То есть это базовые вещи такие Я знаю бренды, которые там с каждого магазина получают там сумму 1000 долларов Я не очень понимаю сколько у них магазинов, сколько они продают еще своего Но хороший бренд, мне кажется, будет иметь где-то от полутора до трех Если это хороший продаваемый бренд с одного магазина Тысяча долларов с одного магазина Вот кому интересно открыть магазин на Бали, тут такие есть Можете ориентироваться на эти цифры Я просто когда немножко больше проникла в рынок Я решила, что я не буду здесь ничего открывать Потому что на меня хочется другого У тебя уже другие масштабы Ну блин, да, я уже попробовала работать на международном рынке Мне уже хочется Слушай, это абсолютно нормально и классно, что это ты поняла здесь без открывания бренда Да, да, да Потому что когда смотришь на весь этот поток туристов На все эти виллы невероятные Просто это просто кажется, что боже, это какая-то мека Тут должно быть столько трафика Должны быть вечеринки постоянные Ну боже мой А по факту, когда копнешь немножко глубже Когда начнешь исследовать рынок Поэтому, пожалуйста, когда вы сознаете что-то Обязательно исследуйте вообще рынок Это и конкурентов, и ваших клиентов Потенциальных Тогда очень многое может останется понятным Да, ты, кстати, еще сказала про направления Потому что у меня еще в планах есть одно направление Которое Я его не планирую прямо сейчас делать Но в дальнейшем Когда я вот сейчас тут выстрою вот такие процессы Я бы очень хотела Так как я человек, который любит костюмированность Вот эти вот все наряды Вечеринки, тусовки, съемки и все такое Я очень хочу сделать магазин аренды вещей Когда ты делаешь сверх вещи, которые мало кто купит Там, не знаю, кожаная куртка за 300-400 долларов Ее здесь не будут покупать Потому что она здесь нафиг никому не нужна Но на вечеринку, на съемку это круто Потому что я сама очень люблю там какие-то тематические Не знаю, хэллоуин, там еще что-то И я понимаю, что это типа сшил один раз Какой-то кастом вещь И она у тебя лежит Ты просто со всеми там фотографами, со стилистами договариваешься И то есть по факту ты один раз затратил туда время А дальше, если эта вещь будет работать Ты просто делаешь как костюмерка Я поняла, это крутая идея Надо исследовать рынок Да, да, да Ну тут есть магазин аренды Я уже увидела, но они такие больше, знаешь Вот как просто магазин, только ты берешь в аренду А хочется делать какой-то такой немножко сверх То, что люди даже не купят, не будут покупать Не будут на это тратить деньги Слушай, а ты упомянула про онлайн-продажи Ты имеешь в виду продажи через соцсети или как-то еще? Да, здесь очень хорошо работает Таргет Таргет, да? Да Здесь мало кто покупает через интернет-магазины Но Инстаграм здесь хорошо работает Ну то есть типа напиши в директ, купи То есть не на сайте даже, да? Да Я, ну, понимаю, что там типа нужно сделать сайт, чтобы его привязать Но это больше для удобства, чтобы понять цены Потому что я терпеть не могу, когда нет цены в магазине То есть у меня даже если там не под каждым постом То у меня есть отдельная вкладка «Каталог», где видно цены, чтобы можно было видеть А так, да То есть глобально твоя стратегия в соцсетях – это закупать Таргет Таргет, да И продавать, смотреть, тестировать, как это будет работать Да, это тоже весомая статья расходов, которой не нужно пренебрегать Знаешь, что меня поразило здесь, на Бали? Мне показалось, что здесь делать съемки хорошие, качественные, очень дорого Да При таком небольшом объеме, обороте продаж Я не представляю пока, как выносить эти расходы там на съемку лутбуков, кампейнов и все остальное Как ты для себя это решаешь? Ну, опять же, это была моя ошибка в первом бренде, потому что я все снимала либо на себе, либо на друзьях И все, и мы снимали это на телефон Да, это прикольно, но это не то, чтобы не рабочая история В рамках того бренда это прикольно Ну, типа, рабочая схема, потому что это такой, знаешь, немножко свой Такой свой Во втором бренде я прям заложила Я сначала узнала, сколько стоит модели Я сначала узнала, сколько стоит фотограф Заложила это в стоимость То есть во втором бренде я сразу прочитала, сколько мне нужно минимум денег, чтобы запуститься И за две недели запуститься Могу сказать, что это была небольшая сумма Это было... Ну, сколько, если не сказать? По-моему, это было у меня заложено 1200 долларов, но в идеале это было бы полторы Потому что у меня съемка вышла чуть дороже, чем я рассчитывала Сколько тебе съемка вышла? Ой, сейчас скажу, наверное, где-то 800-1000 долларов Вот, 1000 долларов, да, довольно дорого Я просто тоже обратила на это внимание И это к тому, что не всегда оправданно, когда вещь там в небольшом количестве экземпляров Просто я видела, тут такие бренды есть, где там какая-нибудь уникальная Я просто делала фотографию в этой необычной юбке Да, она стоит денег Но типа такая юбка одна, я говорю Чтобы отфотить эту одну юбку, нужно денег Но получается, что какая-то такая странная математика Мне кажется, тут надо подразобраться с тем, кто это делает И понять, а есть ли смысл снимать условно вот эту одну юбку Там еще и на модели, еще на ком-то Ну или по-другому делать продукты Это вот та же история про коммерческие бренды и бренды для души Для души мы просто поехали, нашли локацию, прикольно сняли рилсы, видосик и все И выложили А здесь, но, кстати говоря, я считаю, что это было моим правильным решением Что я заранее, я нашла фотографа, с кем я хотела прям работать И даже под нее условно я пыталась подстроить бюджет Потому что я знала, что она классно снимает продукт И она потрясающе мне сделала съемку Взяла двух профессиональных моделей, которые мне за два часа, даже за полтора часа сняли девять платьев Просто я увидела, как это классно может работать И они сняли круто продукт, который хочется купить Да, я тоже люблю больше работать с персоналами на съемках Ты прекрасно понимаешь Да, потому что когда это какая-то базовая вещь, ее нужно прям продать И она должна как продуктовая, как продукт она должна выглядеть Если это какая-то там условно, как с точки зрения вольности То это должен быть вайп передаваться А если это базовая вещь, то ты просто должен показывать, что это вот такая базовая вещь Вот она вот так смотрится, вот она вот так выглядит Ты там не особо настроение передаешь Ты передаешь, допустим, в моем случае какую-то сексуальность, элегантность И это все очень легко передается на такой продуктовой съемке. А типа такие бренды, как стритовые, они в основном передают атмосферу. Типа ты такой тусовщик, на скейте едешь и все. Знаешь, что мне еще интересно? А ты не планируешь здесь, на Бали, все-таки развивать себя как эксперта в создании опытных образцов, запуска производства, запуска коллекции и помогать в этом? Потому что, а, у тебя есть скиллы, б, ты знаешь, где это можно сделать, и ты можешь это сделать качественно, что, о, большая редкость. Есть ли какое-то желание продвигаться в этом направлении или пока неинтересно? Ну, мне не раз говорили о том, что, судя по тому, будем честными, инфополе, которое есть, я просто понимаю, что у меня действительно огромный опыт. Я раньше этого не очень понимала, до того момента, как не столкнулась здесь с этим бизнесом. Я пока, не то чтобы не думаю в этом направлении, я просто пока понимаю, что у меня на это нет времени. То есть, если я выстрою какие-то процессы, запущу некоторые свои направления, то дальше уже можно думать. И тогда у меня, в принципе, для экспертности еще и будут кейсы, которые, они уже сейчас есть, у меня уже зовут на разработку, то есть это уже по факту мою экспертность покупают. Но вот так, чтобы массово это как-то запускать и рекламировать себя. Слушай, я здесь не про курсы какие-то, типа, как запустить бренд одежды. Я здесь про то, что ты, у тебя есть свои бренды, да, которые ты будешь развивать, там, дай бог, что у тебя будут идти продажи, все хорошо. У тебя есть навыки, ты же можешь и для себя, условно, какую-то базу построить, там, производство, условно, открыть. Ну, как бы, сколько ты будешь одна это на коленках делать, вопрос. Поэтому мне стало интересно, возможно, есть какой-то план сделать, условно, свое производство. А, это я тоже, я об этом думала, когда ты говорила про развитие, я это даже просчитывала. Я считала, сколько будет стоить магазин, просто магазин. Я не про магазин, я скорее, знаешь, про тебя, как про производство. Магазин – это очень долго мучительно строить, налаживать, это на год ты будешь заниматься магазином. Поэтому, ну, я не знаю, насколько это сейчас оправданная мысль, я бы этого для себя бы точно не делала. А вот производство хорошее, там, условно, заметь, просто, как одна из людей, на твоем месте, чтобы я делала, да. То есть, мне есть свои бренды, мне нужно их отшивать. То есть, ко мне постоянно обращаются, я могу сделать сервис. То есть, зачем мне отдавать этих клиентов на фабрику, если я могу сама же организовать у них производство. То есть, мне кажется, что у этого хороший потенциал. Обращается к тебе несколько брендов в месяц, прекрасно. Только, понимаешь, очень мало людей, именно профессионалов, идут и строят свои бизнесы в этой сфере, именно там, в производстве и так далее. Мне кажется, что это будет интересно. Я об этом думала. Я вот поэтому тебе начала говорить, что я считала разные точки, и на самом деле магазин абсолютно невыгодно открывать. Невыгодно? Невыгодно. То есть, это у тебя должны быть очень большие продажи, чтобы открыть магазин. А вот если ты открываешь производство и при нем магазин, это становится выгодней. Потому что у тебя производство, у тебя больше точек входа для... А зачем тогда вообще открывать магазин, если это очень тяжелая история? Если это не какая-то гениальная локация, нафига его открывать? Если можно просто раздать по мультибрендам, качать соцсети, зачем себя привязывать к своему оффлайн-магазину здесь? Так, я наоборот, я отталкивалась сначала от производства и думала, что дополнительные квадратные метры на магазин, знаешь, условно. Вот здесь я не претендую на то, что я права, но производство открывают в отдаленных районах, чтобы это стоило дешево. Я знаю, сколько здесь вот некоторые снимают производство. Это дешевле, чем в Хабаровске, понимаешь? Да, да, да. А бренд ты не можешь, магазин бренда ты не можешь так открыть. Поэтому это разные процессы. Где-то это оправданно, просто, не знаю, в общем, сижу думаю об этом. Я считала это. Я тебя мысленно представила, знаешь, владелица, императрица, производственников на Бали, и все знают, если нужно что-то произвести на Бали, у себя приходит Катя, потому что у нее а, свой кейс, свои бренды и так далее, б, намного с кем сотрудничать, делать работу и может настраивать процесс производства нормально. Да, да, то есть, ну как бы такая, почему бы. Я это считала, потому что в моей голове это было бы классно, потому что я такая думаю, блин, было бы круто иметь свое производство, потому что, когда ты приезжаешь на чужие фабрики, ты все равно не всегда знаешь стопроцентный результат. Когда у тебя своя, ты точно знаешь, что ты вот здесь сказал вот это, вот здесь проконтролировал, и это гораздо быстрее. Потому что как раз такого человека, как я, я на Бали встретила, наверное, один человек, и то это в Убуди, и то это тоже девочка, которая долго-долго шьет, и они как раз тоже открыли производство. И я в какой-то момент поняла, что я не встречала, я больше таких не знаю. Ну да. Вот. И с учетом моего бэкграунда, и с учетом моей женской линии в семье, которые все шьют, задействованы были все сферы, даже меховые сферы задействованы были. Я, да, я это понимаю, но пока просто это действительно, я считала просто сколько это будет стоить, и я думаю, так, ладно, пока мы начнем с другого. Ну, там цифры до 10 тысяч долларов на год открыть. Ой, нет, подожди. До 10 тысяч. А, потому что я считала по максимуму, я считала и с магазином, там было, по-моему, до 50 в год тысяч долларов. А я, ну, как бы, я тут постарше. Если просто производство, это для других. Ну, короче, я тебя не уговариваю, просто интересная мысль возникала. По поводу экспертности я хотела тебе сказать, мне будет приятно, если люди будут обращаться, но именно как с точки зрения прям продвигать вот это вот специально, я пока не планирую. Вот там мне и так приходят, идут и покупают то, что я знаю. То есть продвигать я это отдельно не хочу. Почему? Я сейчас не про Инстаграм, а вообще про себя как эксперта. А потому что те, кто надо, они меня и так находят. А понимаешь, что тебя находят вот там 2% людей, которые, они же до тебя прошли 6 фабрик, понимаешь? Они отдали им деньги, про тебя они не знали. Ну, а ты могла бы сделать так, чтобы ты сразу была, видимо, типа, производство на Бали забиваешь в Гугл и там в Инстаграм, и сразу есть ты, понимаешь? Ну, как минимум, это просто первый шаг. В чем проблема так делать? А ты руководитель? Наверное, это потому, что должно быть еще свое производство, которое ты сам наладил. Ну да, ладно. Окей, все. Короче, я не буду тебя таким мучить. А я хочу сказать, что я с большим удовольствием провела это время. Мне было очень интересно послушать. Я обожаю общаться с реальными предпринимателями, которые делают свои бизнесы. Не заводы-пароходы, где миллиарды инвестиций, непонятно откуда взятых, а реальные люди, которые необычно меняют всю жизнь, которые делают то, что любят и живут по душе, скажем так. Поэтому спасибо тебе огромное, что пришла. Если у вас есть вопросы, да, я думаю, что... Мне суперприятно, потому что я тебе говорила и показывала даже, какое у меня количество выкрой, купленных от тебя, и сколько я этим шью и долго-долго-долго уже пользуюсь этим продуктом. И я, конечно, во-первых, восхищаюсь тем, что ты построила. Это правда очень большое дело. И поэтому мне было интересно поговорить уже с моей стороны, когда я уже два года на Бали. И то есть тут как бы такое... Знаешь, сначала я смотрела, что ты делала, а тут у меня было за два года, мне есть чем поделиться из другой страны и бизнес, как строится здесь. Да, у тебя очень интересный опыт. Благодарю тебя. Спасибо. Задавайте вопросы Кате. Я думаю, что она увидит их под этим видео на Ютубе, и она тоже ответит, да? Все, всем пока-пока.